Обновлённый физкультурно-оздоровительный комплекс «Альбатрос» совсем скоро вновь начнёт свою работу. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Здоровый образ жизни – это норма». В то время как школы, детские сады и учреждения дополнительного образования уже готовы к началу учебного года, физкультурно-оздоровительный комплекс только завершает подготовку к новому сезону. Ход работ проконтролировал глава городского округа. Проводятся профилактические работы. Да, есть определённые недостатки, которые были выявлены в ходе эксплуатации. Обратите внимание, сняли эти потолки, о которых наш очень знающий строитель Лазарев Геннадий Никитич на этапе строительства сказал, что он нефункциональный, не надо его держать. Вот этого сейчас сняли. Больше света, больше воздуха. Подрядчик сейчас устранит те замечания, которые выявились. Основная часть запланированных работ уже выполнена. До открытия физкультурно-здоровительного комплекса осталось провести косметический ремонт некоторых помещений и проверить техническое обслуживание оборудования. Не оставили без внимания и вопрос, который волновал многих посетителей бассейна – неработающая вентиляционная система. Проводимые профилактические работы также коснутся и этого оборудования. На следующей неделе должны будут приехать наладчики нам помочь с вентиляцией. Это наш основной вопрос. Это наша была проблема еще со стадии принятия. После этого, через две недели, будем посмотрим, изменится ли что-то. Будем надеяться, что настройка поможет. Планируется, что 1 сентября физкультурно-здоровительный комплекс вновь откроет свои двери для всех желающих. Также, согласно поручению губернатора Приморского края, с 1 сентября занятия в бассейне войдут в обязательную программу уроков физкультуры. 251, 256 и 259, которые находятся на территории Фокина, в принципе, уже предварительное согласие дали. Уроки физкультуры планируются спаренные. То есть, детей один учитель физкультуры приводит сюда, второй находится здесь на месте. Инструктора и тренера, которые работают в МАУФОК, они готовы оказать всестороннюю помощь. То есть, они покажут и научат, и поспособствуют проведению тренировки, и, возможно, чему-то новому научат учителей. Отметим, что плавание – не единственный вид спорта, которым можно заниматься на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Альбатрос». Здесь также есть возможность перевести свое тело в форму с помощью, например, функциональных тренировок. И не только. У нас в спортзале занятия с школы здоровой спины, у нас занятия в бассейне акваэробика, у нас в спортзале также функциональные тренировки. У нас нет тренажерного зала, но тренер наш, она уверена в том, что тренироваться можно и, что называется, без железа. Нельзя не сказать о том, что для развития подрастающего поколения в физкультурно-оздоровительном комплексе есть все условия. Например, дети могут посещать свободное плавание в бассейне совершенно бесплатно. А ребята, которые занимаются плаванием с тренером, уже показывают хорошие результаты на различных соревнованиях. Наши дети уже принимали участие в соревнованиях и краевого уровня. В том числе были такие ситуации, что наши представители занимали весь пьедестал почета. То есть дети начали заниматься буквально год-полтора, а уже показывают достаточно высокие результаты. Еще раз напомним, что в сентябре жители нашего города снова смогут посещать любимые тренировки уже в обновленном физкультурно-оздоровительном комплексе. Сотрудники «Альбатроса» с нетерпением ждут встречи с постоянными клиентами и всегда рады видеть в своих стенах новые, здоровые и счастливые лица. Вот именно плавание. Чтобы дети приходили, хотя бы час в неделю они плавают. Во-первых, это здоровье, это опорно-бивный аппарат. Это самое главное. Второе – это разнообразие ребенка. У него интерес к жизни появится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова